Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Как можно самостоятельно избавиться от пищевой зависимости, не прибегая к диетам и ограничениям? Спрашивает Юля. Ну, тут сложный момент, дело в том, что пищевая зависимость является психическим заболеванием. И, как бы, с ней работают врачи-психиатры, клинические психологи. Это первое. А помимо медицинской стороны, есть психологическая сторона. Люди чаще заедают свой стресс, люди используют поглощение еды, чтобы бежать от некоторых, скажем так, трудностей и проблем, которые у них есть. И люди посредством переедания отталкивают от себя, получается, других людей. То есть, вот, переедание, это вот, ну, такая вот, знаете, потребность в том, чтобы человека оттолкнуть, скажем так. Так, вот, поэтому нужно выяснить, на мой взгляд, что именно вы. Вы пытаетесь подавить, перенаправить, посредством вот, переедания. И уже тогда, я думаю, можно будет говорить о том, чтобы с этим справляться. Нет, идея о том, чтобы избавиться, как вы говорите, от переедания, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики, потому что на данный момент ситуация, скорее всего, такова, что переедание вам для чего-то нужно. То есть, вы посредством него что-то для себя получаете. Вы посредством переедания, скорее всего, что-то компенсируете, что-то восполняете, что-то такое, чего вам не хватает. Ну, например, это могут быть, в принципе, эндорфином. Вот, то есть, если вам хватает эндорфином, то это гармону, 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 счастье, вот, то вы будете его получать. Если вы не чувствуете себя в безопасности, если вы чувствуете угрозы, если вы чувствуете стресс, вот, что это так же будет, в известной степени, тенденции к тому, чтобы, использовать заедание. То есть, поэтому необходимо понимать, что то, что в вашей жизни с вами происходит, не является случайным. И вот нужно исследовать то, как вы к этому пришли. То есть, вот, крайне желательно исследовать то, как вы пришли к тому, чтобы вот использовать заедание для решения своих проблем. Как-то так. Понадобятся ли ограничения какие-то? Вопрос хороший. Я не являюсь специалистом в сфере, значит, психо... псих... псих... психические заболевания. Вот, поэтому, я думаю, что, скорее всего, какие-то ограничения будут все же необходимы. Вот, хотя бы на первое время, чтобы вы смогли перенастроить свое поведение, чтобы вы смогли перенаправить себя, свои силы на что-то другое, да? Потому что, ну, совершенно очевидно, что вы могли привыкнуть как-то, ну, каким-то таким определенным образом жить. И в этом случае, какой-то вот, ну, какая-то перенаправленность, да, вам, скорее всего, нужна будет. Даже несмотря на то, что, в принципе, к ограничениям довольно-таки скептически отношусь и я. Тем не менее, вот, скорее всего, вначале вам что-то такое будет нужно. То, что вы... как будто бы не хотите этих ограничений. Да, с одной стороны, вроде бы, нормально, вроде бы, потому что, ну, никто, никто не хочет ограничений. Да, с другой стороны, ну, а вот, что получается. В таком случае, вы готовы делать для того, чтобы реально ситуацию изменить. Вот. А еще один очень важный, как мне кажется, момент заключается в том, что вы будете делать, если эта проблема решится. Буквально. На что вы будете в таком случае тратить свои силы, свое время, энергию и так далее. Дело в том еще, что человек, который пытается, что называется, заглотить, да, это человек, который не очень внимателен к себе. Вот. Вот. Вот это тоже очень важный, как мне кажется, аспект, на который вам желательно обратить свое внимание. На этом все, буду благодарен за обратную связь по моему ответу, это позволит вам начать работу над собой. Обратная связь по моему ответу позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго. Уwy измены по моему Server балrive, а Traditional File будет я Dust, Ragaz. Продолжение следует...